Как давно снятся нам только белые сны Лучше гор могут быть только горы, Владимир Высоцкий Когда мы увидели эту надпись на скале, а дело было на Медео, в окрестностях Алма-Аты Подходила к концу поездка, и я спросил, Марина Владимировна, удалось вам разрушить миф о Высоцком? Ну, дорогой, у меня нету таких претензий, что я могу сама разрушить миф Это вообще никогда в жизни Я думаю, что моя книга принесет какие-то ответы и, может быть, даже поставит какие-то вопросы А больше этого, я думаю, он сам со временем его поэзия останется А все остальное будет смываться, как вот эта плотина, когда спустилась вода с грязью Все это уйдет, вся эта грязь уйдет, в общем Все эти люди, которые делают себе и карьеру, и деньги на его имя просто Продавая наши фотографии, например, личные И торгуя моими письмами личными Это же совершенно омерзительно Ну, все это пройдет Останется, что останется, что Высоцкий оставил нам и всем, всему миру он оставил примерно 800 поэзий Все, это самое главное И все-таки, позади сотни встреч, тысячи вопросов Какие были самые главные вопросы? Почему его любили? Получил ли он удовлетворение с публикой? Ну, все эти вопросы, они... Ну, я думаю, они самые главные Потому что это касается, конечно, его как человека И меня он интересует как человека, а вовсе не как миф Это же все... Ваше знакомство с Высоцким Это же как-то было сначала завуалировано для нас, правильно? Поэтому мы как-то испыдывали, об этом узнавали И поэтому хочется узнать, как Вы с ним познакомились? Как Вы вообще на него обратили внимание? Ведь Вы такая большая, Высоцкий тогда был такой маленький, правда? Нет, это совсем не правда Он был совсем не такой маленький И не такой незнаменитый Расскажите, пожалуйста Ну вот, я расскажу Он был прекрасный, очень знаменитый актер Любимый человек публики И меня повели в театр смотреть на него И посмотреть спектакль Я видела спектакль Пугачева, где он играл хлопушу И я была в восторге от актера И от присутствия актера От силы его, от голоса И потом мы пошли ужинать в ВТО И он сел около меня, стал ухаживать за мной Говоря, что он влюблен уже давно Что он хотел бы, чтобы я стала его женой И это было все мило и прелестно И я улыбнулась И, в общем, мы стали так общаться И потом я... Это было в 67-м году Вы что-то путаете И потом я приехала в 68-м году сниматься в Юткевич И так мы продолжали видеться очень часто Чаще и чаще, в конце концов, мы стали жить вниз Это очень простая история Кто не верил в дурные пророчества Снег не лег ни на миг отдохнуть Тем наградою за одиночество Должен встретиться кто-нибудь Очень много дала ваша любовь Владимиру Высоцкому А что вам дала его любовь? Это прекрасный вопрос Прежде всего, это мне дала любовь Володина 12 лет жизни с ним Это большой подарок Это мне дало возможность познакомиться с Россией С русским языком, которого я знала как девочка То есть я очень плохо говорила по-русски Теперь я немножко лучше говорю Это дало мне массу эмоций, как актриса Я смотрела все спектакли Володины по многу раз Это давало мне возможность тоже помочь человеку Это большое счастье Имеет возможность кому-то помочь Которое нуждается Понимаете, Володя нуждался во всем Он жил в заперти Ему ничего не давали Он был одиозная личность Ему запретили выезжать много лет Шесть лет мы боролись Я смогла ему показать мир То есть это мне повезло Иметь эту возможность И потом он мне дал очень много своих поэмов Он мне их просто имели задать ей к нам Посвятил Посвятил, это тоже большие подарки Как вы с ним общались по телефону? Вот есть такая песня где... Это песня 07 Телефонистка, она работала на телефонной станции И у нас были очень сложные телефонные разговоры Как вы знаете, это нелегко звонить в Париж Или я из Парижа в Москву И тем более, когда человек где-то болт... Ну, не болтается Разъезжает в запой Его никак нельзя найти Люди за ним... Идет вообще группа людей Его находят И его уже нету В общем, это было очень-очень сложно И однажды вот мы к нам влез в разговор Маленький голос Это была женщина, естественно Которая сказала, что не надо так говорить Мы не в порядке, мы вам перезвоним Ну, я, в общем, положила трубку И через какое-то время мне позвонил Володя В лучшем виде, через два дня или день И эта Люся, прелестная женщина Просто взяла на себя наше общение телефонное Она тихо, спокойно В своем там уголке телефоном Работала, ну... Работала за нашу любовь Чтобы мы могли общаться Она нам дала очень много, Люся Орлова Кстати, ее увековечил Володя в этой песне Ведь она сегодня здесь А завтра будет в Осло Да я попал в просаг Да я попал в беду Кто раньше с нею был И тот, кто будет после Пусть пробуют они Я лучше пережду Будьте любезны Вы, извините, обещали, значит, на все вопросы отвечать Может быть, это несколько не тактично Но я бы хотел, чтобы вы прокомментировали эту песню Посвящена ли она вам и... Нет, эту песню Володя писал Пять лет до встречи нашей Так что это совсем не про меня Я... Это про... Я думаю, про актрису, с которой он снимался в кино В вертикали, да Я не помню ее фамилию Как ее... Семина Семина Вот Лужина Лужина Лужина, ну, я не знаю В общем, это шуточная песня, я так понимаю Пожалуйста, кто смелый Назовите, пожалуйста, ну, порядка десяти человек, которых Владимир Высоцкий считал своими друзьями Именно он считал своими друзьями, на которых он может положиться Очень мало, в общем, десяток людей, не больше Которые с ним уже очень давно знакомы были и остались Даже после смерти его друзьями Я прошу прощения, мне очень хотелось бы зачитать одну записку И попросить Марину на нее ответить Записка такая Ну, я прочитаю ее целиком Она не очень большая А ведь он был бы жив Если бы Вы Смогли навсегда вырвать его из этой страны Где не умеют Где умеют только уничтожать Но не выращивать и сохранять Любил эту страну Какая бы она ни была бы И он ее любил И он хотел тут остаться И он никогда не думал уехать отсюда навсегда И он остался тут, и он тут умер Конечно, тут можно Можно строить разные предположения Но он не хотел уезжать Он хотел жить в России Он всю жизнь бился против ватной стенки Как он говорил Безликая вот эта масса людей Которая ему отказывала во всем И, конечно, он так страдал, что он срывался Так что вот В какой-то данный момент 25 июля Первый раз именно в тот же самый день Его сердце остановилось Ему сделали за год Ровно за год до смерти 25 июля И ему врачи сказали, что все Надо бросать все Все ваши И курить нужно бросить И так далее И он, конечно, не услышал Не послушал Он продолжал очень много работать Потому что это тоже Нужно сказать, что При такой жизни Он Хотя бы, чтобы зарабатывать Немножко денег Он был обязан давать По пять концертов в день И я знаю, что это значит Теперь Особенно И вот И потом у него была масса неприятностей За несколько месяцев до смерти Были следствия против него Именно в связи с тем Что он давал эти концерты Которые, в общем, были Более-менее подпольные Ну и масса разных дел И 25 июля сердце остановилось Просто и все Уважаемая Марина Владимировна Вы человек со вкусом Безусловно Как вы сумели допустить Чтобы на могиле Высоцкого Стоял такой памятник? Когда Володя умер Я ничего не знала Про ваши правила И я, конечно, занималась Совсем другими делами И не пошла взять бумажку И заплатить за могилу Я не знала, что это просто Надо иметь эту бумагу Чтобы потом властвовать На могилу человека Я, конечно, не хотела властвовать И это не моя манера жить Но так получилось, что Мать Владимира Это сделала сразу после смерти И мне, конечно, не было Совсем возможно Ничего сделать Если позволите, я добавлю два слова Именно тогда, когда У меня была доверенность От Марины на ведение Дел Володя Я не был в Москве И я занимался, в частности И делами с памятником Это решалось В главном управлении культуры Моссовета Мне было официально сказано Что памятник имеет право Устанавливать Только то лицо Которое оплатило Участок под могилу Нам было официально зачитано Письмо отца Сопровождаемо подписям У многих генералов и маршалов В защиту памятника Рукавишникова И против памятника Скульптора Бреннера Который оформлял Вот эту идею Марины То есть метеорит Кусок звезды Которая прилетела с неба И как Володя Прожигла Ну Просожглась Сожглась Как его жизнь Они сказали Что это не Хорошая идея Что они Имеют Лучшую идею Это Володя Высоцкий В виде Кого мы Сейчас видим На его могиле То есть Карлика с гитарой Над головой Я несла Свою беду По весеннему По льду Подломился лед Душа Оборвалась Камнем под воду Пошла А беда Хоть тяжела За острые края Задержалась За острые края Задержалась И беда С того вот Дня Ищет Посвет У меня Слухи Ходят Вместе С ней С кривотолками А что я Не умерла Знала Голая Ветла И еще Перепела С перепелками И еще Перепела С перепелками Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...